Итак, главная тема дня. Сбит военный самолет из российской авиагруппы, работающей в Сирии. Как сообщает Минобороны, бомбардировщик Су-24 возвращался на авиабазу Хмеймим и находился над Сирией. Сбили его турецкий ВВС, якобы за нарушение воздушного пространства. К этой минуте уже есть комментарии на высшем уровне. Владимир Путин сделал ряд важных заявлений в Сочи на встрече с королем Иордании Абдаллы II. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16. Упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров на удаление 1 километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали турецкой республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. И это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идёт большое количество нефти и нефтепродуктов, захваченных ИГИЛ территорией. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Но теперь ещё и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. И это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской коалиции. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счёт идёт на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счёт торговли нефтью. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооружённых сил целого государства. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Почему они умерщвляют людей самым изуверским способом. Почему они совершают террористические акты по всему миру, в том числе в сердце Европы. Мы, конечно, внимательно проанализируем всё, что случилось. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьёзные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня, а в своём случае не нам. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнёрам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто мы сбили турецкий самолёт, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы, и мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. И, конечно, мы рассчитываем на то, что международное сообщество всё-таки найдёт в себе силы для того, чтобы сплотиться в борьбе с общим злом. В этой связи, конечно, рассчитываем очень на активное участие всех стран региона в этой борьбе. Продолжение следует...